Я понимаю его опасения, его суждения, и это действительно может быть. Потому что я могу добавить к тому своему мнению о том, что Запад еще окончательно не решил, что ему важнее победа Украины или спасение российской государственности в современных границах. И могу сказать, что у Запада практически в любой стране, конкретно в Соединенных Штатах, тому же Байдену важнее выборы и победа в этих выборах демократического кандидата, кандидата демократической партии. И Украина для него важна только как дополнительные бонусы в избирательной кампании. Что вы хотите? Этот Запад, он прагматичен, эгоистичен, циничен, как хотите. Хотя, конечно, большое спасибо ему за ту помощь. Я бы сказал большое спасибо, если бы Украина хотя бы последние 8 лет перед 24 февраля делала хотя бы на 50% то, что она должна была делать во имя своей обороноспособности. Простите за нескромность, меня один, ну сравнительно недавно, один наш общий знакомый, донецкий журналист, как-то в Фейсбуке процитировал, говорит, Амитов недавно писал, что жизнь прожить с Россией не поле перейти. Вот я говорю, это после 14-го года надо было учесть. Мы не учли, мы не учли, поэтому как бы ни был Запад нам обязан, мы себе обязаны были еще больше. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому у Петра Павла есть информация, и его суждение может быть реальное. И очень хочется. Нас торопят, не закрыв небо над нами. Я, как говорится, и в армии служил, и немало книг о войне, и это мое поколение, естественное желание, прочитал. И не только официальные, и книги правдивых историков о войне, в том числе и зарубежных, перевод которых был на русский язык. К чему я это говорю? К тому, что без прикрытия с воздуха производить наступление в украинских степях, на лесах, на юг, это крайне тяжелое, затратное во всех отношениях дело, и главное дело, которое ведет к гибели очень многих людей. Так что, хотелось бы, мне хотелось, хочется верить, что Украина накопила достаточное количество резервов, чтобы где-то нанести, ну скажем, мечтаю об этом, неожиданный удар, который может не решить исход войны, но решить исход кампании этого года в нашу пользу, военной кампании. Притом, решительно. Ну, что я имею в виду? Возможно, широкий выход, широким фронтом к Азовскому побережью, перерезать сухопутный коридор, лишить Крым нормального снабжения, и те ракеты, которые нам обещает сейчас и Франция, чтобы мы могли ликвидировать и сообщения по Крымскому мосту. Ну, это так, чтобы конкретно. Да. Вот вы коснулись, и хочется эту тему продолжить, позиции по оружию. Вот нам нужна, как вы говорите правильно, на мой взгляд, поддержка с воздуха, а обучение на Ф-16, хотя формально вроде договорились, да, так и не началось. Пока не закончится обучение, мы не можем, надеяться, получить Ф-16. Получить Ф-16 нам надо было еще вчера, а, соответственно, обучение должно было начаться позавчера, а оно еще не началось. Сейчас обсуждается, что, может, в следующем месяце начнется, может, позже, а потом еще какой-то период обучения займет. Так вот, как вы думаете, есть ли такой вариант, самый ужасный я беру, да, сгущаю намеренно краски, надеюсь, что этого не произойдет, но все же это надо с вами обсудить. Есть ли такой вариант, что, например, Петр Павел прав, и окно возможностей закрывается в конце этого года, что, если вариант, что к концу года мы так и не получим, не эти Абрамсы, не эти Ф-16, не Атакамсы, и не сможем достичь какого-либо серьезного прорыва, после чего наши партнеры будут принуждать нас к заморозке конфликта, к очередному Минску-3. Реален ли такой вариант? Реален, потому что вот это вот сознательно, Таня, бессознательно или инстинктивно как-то, но вот это идет торможение, чтобы не допустить разгрома России, полного разгрома. То есть хорошо бы Украина победила, но ведь немало раздается и прикормленных политиков, и так называемых полезных идиотов, которые считают, что ради достижения мира, ради того, чтобы у них же благородные... Ковычник в ковычках мира. Да, чтобы люди, в том числе и мирные люди, прекратили погибать, Украина должна пойти на уступки и пожертвовать какими-то своими территориями. Важнее всего мир, важнее всего жизнь людей. Так на оккупированных территориях как раз жизнь людей ничего не стоит. Людей, мирных граждан пытают, в пыточных убивают мирных граждан на оккупированных территориях. Так это все фейки. Куча политологов и всякого рода политиканов, которые вам докажут, что это говорит одна сторона, а надо выслушать и другую. А Россия это отвергает. Я уже не говорю про то весьма конкретное и давно нами, так сказать, видимое, видимая позиция, когда не загоняйте крыску в угол, а то они действительно минят термоядерное оружие. Кстати, я считаю, что хоть куча людей, и людей грамотных, умных, опытных, считают, что так сказать, гедонизм Путина, его привычка и желание красивой жизни, его богатство, накопленное им, тайно и не тайно, они не дадут возможности ему совершить вот это убийственное решение, нажать красную кнопку. Многие говорят о том, что он на это никогда не пойдет, потому что он в последнее время, после вот этой вагнеровской авантюры, что он теперь не полностью контролирует и вооруженные силы, и что он хромая утка, и что, если он отдаст, вы не согласны с этим. Такой приказ. Я со всем этим согласен в какой-то степени. Но я не первый раз говорю и повторяю, он может, он может, уходя, хлопнуть дверью. Это, притом он не раз доказывал, многие считали, вот это его угроза, и вот это его угроза, это просто провокация. А пока, пока он исполняет свои угрозы. Вот в чем дело. Я имею в виду, прежде всего, его вот эти вот утопические судороги, судороги подыхающей империи, восстановиться в прежних границах, хотя бы в границах бывшего СССР. Пока он многое делает в этом направлении. Продолжение следует...